Полагаю, что не только эксперты в энергетике, но и каждый житель Украины внимательно прислушивается сегодня к монологу, где звучат слова «газ», «пополнять подземные хранилища», «импорт голубого топлива». Такое трепетное отношение к любой информации об отопительном сезоне в настоящем и будущем понятно. Ежемесячно в почтовые ящики нам кладут платежки, бьющие по кошелькам. Вот и я также трепетно слушал спич премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на последней программе «Свобода слова», цитирую его слова, со следующего месяца, то есть с февраля. «Нафтогаз Украина начинает плановую закупку и закачку газа в украинские хранилища на следующий отопительный сезон. Объемы компании уточняются и, конечно, обнародуют надлежащим образом. Премьер-министр заверил, что Украина спокойно пройдет следующий отопительный сезон. Он подчеркнул, что тарифы на отопление до конца сезона менять не будут. В этот же день появилось сообщение на сайте информационного агентства РБК «Украина» под заголовком «Украина договорилась в Венгрии о мощностях для импорта газа». О чем там идет речь? Цитирую. Компания, оператор газотранспортной системы Украины и оператор ГТС Венгрии ПФГСК договорились о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября 2022 года. Это позволит значительно увеличить возможности для заказчика газа Украины на следующий отопительный сезон. Как отметили в пресс-службе, таким образом заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта Украину на квартальных аукционах. Сейчас соглашения действуют в тестовом режиме, однако операторы работают наведением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе, а также максимализацией их уровней. Ну и, наконец, победный монолог генерального директора ОГТСУ Сергея Макагона. С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе до терминала СПГ на острове Крык в Хорватии. Я было порадовался, что украинское правительство решительно перестроилось и сделало упор на добычу и закачку хранилища от собственного газа. Замечательно! Правильное решение! Но глава украинской газотранспортной системы полностью разбил мое праздничное настроение. Во-первых, газ, который мы будем качать из Венгрии в российский, за долгосрочный контракт с «Газпромом» мы обвинили венгеров в предательстве, напомню тем, кто уже забыл недавнюю историю. Во-вторых, цену на газ Венгрия получила от своего поставщика значительно более низкую, чем на европейском спотовом рынке. Следовательно, наши соседи получают возможность не только отбить свои затраты на купленный российский газ, но еще и заработать, продав его Украине. Да, дешевле это самое голубое топливо не станет у нас и в 2022-м. Продолжение следует...